Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео обсуждаем самый худший проходной тяжелый танк в нашей игре. Вы подумали, что это ИС-8? Нет, ребят, я его таким не считаю. Маушен. Вот наш герой сегодняшнего видео. Практически полная копия Мауса с 10 уровня. Это первое, что удручает. Я не люблю максимально похожие между собой машины в нашей игре. Мне хочется, чтобы на каждом уровне меня встречала какая-то новая техника, а не просто перерисованный танк. Что касается данного товарища, безусловно, ему есть чем похвастаться. У него очень хороший для своего уровня запас прочности в 2400 единиц ХП. Это действительно круто, вопросов нет. Что касается орудия, здесь все с одной стороны приятно, а с другой стороны безбожно страшно. Дело в том, что приятное у него альфа в 460 единиц на топовом орудии. Но при этом все время перезарядки с учетом оборудования, амуниции, а у меня установлена на досылатель, составляет 12,6. И это действительно очень долго, с учетом того, что вы нормально уехать никуда не можете. Да в принципе доехать никуда не можете, потому что ваша скорость составляет 25 километров вперед. И окей, хорошо, спасибо большое разработчикам, что у него не 5 километров назад, а 15. Но в целом машину это спасает редко. Что хочется сказать по его броне. По броне действительно есть чем похвастаться. С другой стороны, как я уже сказал, это перерисованный маус, поэтому страдальческие зоны все те же самые. Единственное, что стоит помнить о том, что во лбу башня действительно отыгрывается лучше, чем на маусе. То есть вот эти вот два пятака не настолько страдальческие, как на 10 уровне. Нижний бронелист та же самая сопля, в которую все забрасывают. Вот по-другому я эту броню назвать не могу, потому что машина огромная, машина тяжелая. Машина вроде бы должна быть забронирована. И вот на тебе вот такая вот великолепная серая зона. То же самое хочется сказать и про вот эту огромнейшую, просто безбожно огромную комбашню, которую все выцеливают на любых расстояниях и абсолютно спокойно туда забрасывают. Да и неудивительно, потому что здесь в центре 200 миллиметров, ну а дальше даже с учетом приведенок 230. Ну сами понимаете, для девятого уровня далеко не самый лучший показатель. Можно отбрасывать, конечно, снаряды ваших соперников, становясь в какую-то вот такую вот проекцию. Тогда у вас есть возможность отыгрывать ромбом. И что меня действительно радует, что ваше орудие находится в такой проекции по отношению к корпусу, что вы можете продолжать прятать свой нижний бронелист за каким-то укрытием, типа здания. И при этом уже выехать настолько, чтобы можно было отбросить снаряд. Это действительно приятно, действительно комфортно. Что касается сравнения с другими машинами. По ДПМу мы просто находимся, извините, в анальном отверстии, потому что по-другому это не назовешь. 2185, с учетом того, что хуже нас среди цикличных орудий только ВЗ-114, но он обладает другими позитивами, это совсем другая история. Что же касается Маушена, то здесь по пробитию действительно все нормально. Что касается Альфы, среднее нормальное, все окей, но как только ты опускаешься вниз, ты начинаешь потихоньку тухнуть, потому что 25 километров скорости, о которой я говорил, это просто-таки не то чтобы плинтус уровня, это ниже плинтуса уровня, потому что плинтус у нас находится на уровне 32, а здесь 25. Короче говоря, на этой машине ты вообще никуда не едешь, и складывается впечатление, что под тобой просто вращается земная кора. В процессе того, как земля вертится вокруг своей оси, ты продолжаешь стоять на месте, и только таким образом вращаются твои гусеницы, и вроде бы не передвигаясь в пространстве, ты продолжаешь свое движение по земной поверхности. Ладно, шутки шутками, а не до шуток становится, когда смотришь на процент по победам. Самый худший процент по победам на уровне, наряду с такими машинами, как Conquirer и ИС-8. Помните, с ИС-8 начинали, но только, ребята, здесь процент по победам действительно такой же, как у Маушина. Но проблема заключается в том, а точнее радость заключается в том, что на этой машине ты имеешь возможность передвигаться со скоростью 45 километров, это действительно приятно. Ты имеешь крайне крутой ДПМ в 2800 единиц округляя, который ты действительно можешь реализовать. И все-таки согласитесь, разница есть, когда ты ничего не можешь сделать в бою, и когда ты можешь в бою сделать хоть что-нибудь. Короче говоря, ребят, Маушин, машина очень нудная, очень страшная. И на своем основном аккаунте я данную машину не выкачивал. И выкачивать не собираюсь по одной простой причине, потому что я не хочу тратить на нее свою свободку, а уж тем более я не хочу тратить свои силы, нервы. Ну и самое драгоценное, что у меня есть, это морально-психологическое состояние свое, на то, чтобы выкачать номинально данную машину и просто поставить галочку, что она у меня есть. Слава богу, Маус у меня уже имеется, и для этого мне нет необходимости выкачивать Маушина. Так бы действительно пришлось там потратить свободку, но ни в коем случае я бы не садился страдать за эту машину вот просто на каких-то морально-волевых, для того, чтобы честно ее себе открыть, не используя свободный опыт. Ну вот какое-то вот такое у меня мнение по поводу данной машины. Она настолько неприятная, она настолько нудная, она настолько неинтересная, что в целом я не удивлен, что интерес к ветке Мауса у ребят пропал. Вот именно со введением ВКшечки на восьмом уровне и со введением в игру Маушина, интерес к Маусу в принципе потух. Если раньше ребята были готовы поиграть, для того, чтобы Мауса себе открыть и получить себе номинально самую запасливую по ХП машину в игре, то сейчас большинство игроков на это не готовы. Огромное количество ютюберов говорят по поводу того, что Маус это далеко не та десятка, к которой необходимо идти. Но только справедливости ради стоит ответить, что ребят, учтите, Маус это все-таки машина хорошая. То, что ветка к нему стала не очень хорошей, здесь я согласен. А вот по поводу самого Мауса согласиться я не могу, потому что Маус действительно машинка интересная и многим нравится. Мне, в частности, допустим, заходит периодически заехать под настроение именно на Маусе. Ну что, попытаемся проехать вперед, попытаемся всей своей мощью и всей своей живучестью как-то поддержать и помочь. Знать бы, где ПТшки, потому что, если вот там вот на горке, то мне сразу начнет прилетать в бортину башни, а это не очень приятно. Так, ПТшек нет, это хорошо. Он, значит, где-то находится вдалеке. У нас есть возможность, если это можно так назвать, перепрыгнуть. Точку все-таки перезанять надо. Зря Т-77 сейчас вперед рвется в бой без меня. Было бы неплохо, чтобы мы вместе с ним поехали. Выцелим? Нет. Ну так, из жадности. Из жадности сейчас бросил, хотя мог подождать полного сведения. Орудие, кстати, сводится долговато. Действительно, мало приятного. В таком сведении тебе приходится надеяться на то, что соперники никуда не уедут. Тебе приходится надеяться на то, что они подождут прилета твоего снаряда. Ну и эти ожидания не всегда оправданы. Как правило, получается так, что все уже давно уехали, а ты еще продолжаешь сводиться. В отношении точности орудия я не могу сказать чего-то плохого. Машина действительно приятная. Машина действительно хорошая на разных расстояниях. Скорость полета снаряда в целом допустимо нормальная. Поэтому в отношении комфорта игры конкретно по орудию ну действительно ничего плохого в этой машине нет. Отправляем товарища в ангар и продолжаем давить направление. Сделали уже два фрага, но в целом, ребята, это все-таки не так наша заслуга, как заслуга нашей команды. Они действительно очень классно и грамотно отыграли. Надо будет поставить обязательно лайки по результатам боя. Ну и в целом именно благодаря этим ребятам мы сейчас получим победу. Психует Хори. Жалко, конечно, остался один, но такая игра. От нее никуда не денешься. Вот такой вот результат боя. Два фрага, ни одного пробития, но это больше случайность, потому что если вдруг вы попадаете куда-нибудь в замесы, то за время вашей перезарядки пару снарядов вы действительно отхватите. Что касается результатов по бою, то в данном случае мы нанесли всего лишь 1660 единиц урона. И как правило, Маушен, он не успевает доехать в самый замес и приезжает туда либо тогда, когда ваши союзники уже разобрали соперников, либо, не дай бог, когда соперники справились с вашими союзниками. А эта ситуация гораздо хуже для него. Именно поэтому на особые результаты по настрелу можете не рассчитывать. Именно потому, что вы просто не будете успевать гуще событий для того, чтобы реализовать свой и так не совсем хороший ДПМ. Ну что, первую тройку игроков из каждой команды мы похвалили. Я думаю, что самым правильным будет сейчас взять машину и заехать еще в один бой. Кто-то спросит меня, возможно, возможно, будут такие желающие, почему я сейчас на обзоре не поставил на Маушина абсолютно никакой Камо. Но ответ очень прост. Дело в том, что Маушин машина просто огромная. Он светится, как новогодняя елка. Камо его абсолютно не спасает от засветов и дает всего лишь плюс 2% к маскировке. В целом, для него что есть, что нет. С учетом того, что Маушина я катать не планирую, я, в принципе, на него и Камо ставить не хочу, просто потому, что меня жаба давит тратить сертификат на какой-нибудь годный камуфляж. Да-да, даже на негодный камуфляж. На то, чтобы надеть этот камуфляж на данный аппарат. Ну, вот такое вот у меня к нему отношение. Просто потому, что даже если бы он был у меня на основе, я бы все равно, я имею в виду открытым, исследованным, я бы все равно ни в коем случае не оставлял себе данный аппарат. Вот посмотрите на время сведения. Точность вопросов нет, но за это время сведения, за это время, пока я должен был находиться в обездвиженном состоянии. Для того, чтобы круг разброса у нас не увеличился, я уже настолько хорошо отхватил, что в целом слил половину своего ХП. Не сильно достойный результат. Давайте попытаемся заценить даже на вот этой горке угол склонения орудия вниз. Я не могу назвать его суперкомфортным, потому что его действительно не хватает. Связано это с тем, что башня здесь не то, чтобы задняя расположенная, как допустим в тапке, но все равно она смещена от центра. И таким образом получается, что даже вроде бы нормальный заявленный угол склонения орудия вниз, вот в такой вот проекции, согласитесь, довольно неплохо. Если бы башня была сдвинута все-таки к центру хотя бы, тогда действительно отыгрывалось бы более комфортно. В данном же случае отыгрывается в основном дискомфортно. И вот когда вы даже стоите в какой-то вот такой вот проекции, для того, чтобы кого-то выцелить, вам необходимо приподняться. А как только вы приподнимаетесь, у вас сразу виден ваш нижний бронелист. В целом, ребят, если вы где-то смогли окопаться на данной машине, то при грамотной игре ваших союзников вы можете реализовывать свой ДПМ и порой вывозить из боя даже более 3000 урона. Это действительно реально, потому что неполные 500 единиц альфы за каждый выстрел, да и грубо говоря, там умножить на 6 удачных выстрелов, то в целом, ребят, вот вам уже практически 3 косаря. Но пойди, ребят, попробуй реализовать, реализовать задуманное. Вот опять не хватает угла склонения орудия. Продолжаю получать лещей от всех желающих мне насыпать их. Так. Грустно. Грустно. Грустно в таких ситуациях, честно говоря, становится, потому что понимая, что от тебя зависит не так уж и много, господи, даже в бураска и то без пробития в гуслю забросил. Реально жесть. Где он там ездит? Иди сюда. Да? Ну нафиг. Но это уже нервы, ребят. Вот говорю честно, как есть, когда играешь на этой машине, не знаю, как у вас, если у вас эта машина есть, а у меня ощущение порой полной безысходности и ощущение ну прям блин, даже не знаю, как это описать. Ощущение отсутствия возможности что-либо изменить. Вот как-то, как-то так. Досматриваем бой, смотрим на результаты, ну и, наверное, я думаю, вы сами понимаете, какие итоги мы будем подбивать. Ну что ж, бой закончился в данном случае поражением, неполные 2000 единиц нанесенного урона не дали абсолютно никаких результатов, да и, в принципе, навряд ли могли их дать. Понятное дело, что фарм заценивать не будем, потому что это проходная машина и фармить она в целом не должна. Мы заняли второе место в команде по урону, обязательно похвалим наших ребят из обоих команд, которые дали наилучшие результаты. В данном бою все действительно молодцы и достойны уважения. Ну а что касается Маушена, то мое скромное мнение это существо вот такое полное недоразумение в нашей игре. Он абсолютно отличается от Мауса. Да, по геймплею в принципе то же самое, только Маус на своем уровне действительно чего-то может еще, а Маушен на своем уровне не может практически ничего. Крайне медленная, унылая, я бы сказал абсолютно не фановая машина, которая мало того, что сложно прокачивается, так и еще и крайне-крайне неприятная и не доставляет абсолютно никакого удовлетворения. А раз удовлетворения не доставляет, то в принципе годной машиной ее назвать очень сложно. Да, у нее есть огромное количество каких-то своих плюсов, ну в частности допустим ее бешеная живучесть в отношении 2400 единиц хп, но они очень меркнут и крайне быстро расходятся тогда, когда вас окружили. Вы вроде бы и продавливать направление можете потенциально, но в то же время вам для этого не хватает вашей подвижности. Короче говоря, куда ни ткнись одни сплошные недостатки. Но это мое скромное субъективное мнение, а вы своим обязательно делитесь в комментариях под данным видео я вам буду безумно благодарен. А еще, если вы за честность подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.